В рефере этого поединка Дмитрий Валуевич. Партерс в центре! Вот у нас уже самое напряженное, самое интересное. Еще три противостояния. Посмотрим, что будет здесь и сейчас. Луис Энрике выступал в UFC, дрался против действующего чемпиона организации Фрэнсиса Нгану. Ну а Сослан Асбаров, мало того, что мастер спорта международного класса, бывший член сборной России, так еще и спас 25 человек из горящего трамвая, за что был огражден медалью за отвагу. Тоже важно это подчеркнуть. Многое характеризует. Ну что ж, первый раунд. Оба классные ударники, особенно это, конечно, касается Сослана. Нокаутирует он до потери памяти. Наверное, одна из самых академичных стоек, которые мы видели на протяжении сегодняшнего турнира сейчас у Сослана. Он очень высоко держит руки, особенно дальнюю правую, у подбородка постоянно. И не торопится пока. Причем оба. Но соперник больше защитит, тяготеет и пропускает. Много раздергиваний, причем обоюдных. Сослан выцеливает, но тоже без какого-то форсирования событий. Пятится назад Луис Энрике. Поджимает уже потихонечку канатом. У нас сейчас такой выпад, но не опасный для Сослана. В ПК Казбаров уже неоднократно показывал. Ему достаточно одного попадания будет. Да и категория соответствует тому, чтобы видеть досрочные победы. У зрителей, может быть, ждут более активных действий со стороны нашего спортсмена. Но тот наверняка ждет. То есть, разглядеть нет ли под левым глазом у Сослана уже небольшое попроснение. Либо это мне просто показалось. Но вот над правым глазом у Луис Энрике точно уже есть рассечение. Да, небольшая, совсем микроскопическая сетчика у Асбарова под левым глазом. 1-1 по рассечениям и последние 10 секунд первого раунда. ПК включается Луис Энрике и отвечает ему Асбаров. Ну, тоже хорошая концовка у соперника Сослана получилась. Тут еще ничего не ясно. Да, Луис Энрике мощно включился под конец. Так, у обоих рассечения, ну, по-моему, у Луиса Энрике не очень опасно. И надеемся, что и у нашего тоже, хотя кровь мы видели. Да, но чисто по нахождению, по месту этих рассечений хуже дела у Луиса Энрике, потому что оно у него над глазом. Поэтому теоретически кровь может заливать глаза и мешать обзору. А вот у Сослана небольшая сетчика под глазом, что, соответственно, не так критично. Ну, в любом случае, крови там не так много, чтобы сейчас, говорите, о каком-то снятии или больших проблемах у спортсменов. Тем более, что там уже справляются секунданты с тем, что происходило у Луиса Энрике. Ну, давайте смотреть. Сейчас у нас второй раунд. Кобра рвется в бой. Сейчас, наверное, будет уже другое течение. Мы часто это видим во втором, скажем, раунде. Да, когда соперники уже чуть-чуть друг друга прочувствовали, и можно применять что-то новенькое. Много покачивает Асбаров и корпусом, и ногами сдергивает в черноке и передней рукой, конечно же. Нет, все-таки как бы Катманы не старались, над правым глазом Луиса Энрике все-таки есть повреждения, и сейчас уже правая часть лица потихонечку заливается кровью. Ой, как хорошо обманул на финте Асбаров. Клинч. Так, крой прилично, кстати. Да, при том, что Катманы старались и старались на протяжении всей минуты перерыва. Поджимает Асбаров. Едва в ноги хотел пойти Луис Энрике, так по старой привычке из ММА. Но вспомнил, что нельзя. Болельщики включаются, поддерживают Сослана, скандируют Кобра, Кобра. У нас тут все ближе к бою, кажется, к такому грязноватому. Сослана, мне кажется, начинает уставать немножко тоже. Мне кажется, примерно в одном темпе он просто работает. И первый, и второй раунд не особо в быстром. Будем надеяться. Ох ты! Хорошо по корпусу проверил. Нужно, конечно, подключать и правую руку, и завершать атаку в голову. Последние 10 секунд второго раунда. Включился Сослан, но почти все удары прошли мимо. Ну что ж, напряженный поединок у нас. Да, интересно все. Нет какого-то одностороннего избиения или доминирования Сослана. Видно, что он тоже боится ударов соперника. Ну, в хорошем смысле, конечно, боится. Но если сначала я думал, что все-таки за Сосланом превосходство, сейчас скорее ничья по течению второго раунда. Может быть, за счет определенного преимущества в первом, конечно. Но то, что... Просто визуально картина выровнялась. Пара моментов было у Луиса, хороших. Отрезков таких. Может быть, не небольших по времени, но тем не менее. Вот мы сейчас видели тоже на повторе, как на секунду буквально выключился из борьбы Сослан Асбаров. А вот Луисон Рикки не постеснялся продолжить атаку после такого обозначения прохода в ноги. Но остановки не было. И, соответственно, удары были абсолютно легитимны. Итак, третий решающий раунд, уважаемые друзья. Так, назад. Стоим, 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 стоим. Стоим, 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 стоим. Мы по традиции ждем сюрпризы. Не с одной, так с другой стороны. Да, мне кажется, что любому из бойцов нужно сейчас отдать уже все, что осталось. Потому что судьи могут считать по-разному. И я бы не был уверен, что кто-то сейчас однозначно ведет там 2-0 по раундам. Правая рука постоянно на месте у Сослана. Не отпускает он ее от головы. Его сейчас наконец-то разрядил. Стоим, ее и так выключил. Соперник из клинча коротким ударом, очень четко. Поймал. Поймал очень красиво и хорошо. Причем казалось бы, смотрите, как атаковал Луис Энрике, но раскрылся на мгновение. И не может встать Луис Энрике. И это нокаут от Сослана Азбарова в третьем решающем отрезке. Очень хочется скорее увидеть повтор, потому что как классно сориентировался Азбаров. Вот говорили мы немного раньше, что во втором раунде выключился он на какой-то эпизод из боя. А сейчас не выключился. И именно это позволило ему в клинче нанести короткий удар, после которого, давайте взглянем на повтор, вот как раз-таки левый, снизу от Азбарова, такой полуснизу-полубоковой, точно в бороду. И роняет он соперника на счет 10. Тот встать не смог. И Азбаров побеждает. Красиво причем. Красиво, уважаемые друзья. Я же, знаешь, Эпигров приготовил к нашим боям. Долго думал, вот откуда что берется. И вспомнил у Давида Самойлова. Гостью Цыгановых. Святое дело, так и порешили и повторили. Вскоре не спешили, однако время шло, чтобы подымить окно. Открыли двое пацанов соседских. С боем бились на кулачки. По яблоку им кинул Цыгановых, прицикнув, нате вон и не варначьте. То есть вот они, пацаны. Бились, бились, а теперь вот у нас. В международном турнире. Да, понимаешь? Давид Самойлов, великий русский поэт. Я очень люблю его. Друзья, обратите внимание, мы не будем звать, что физическая культура и спорт. Это часть общей культуры человечества. Даже несмотря на наши жесткие бои. Победа нокаутом присуждается непобежденному чемпиону, которым является Сослан Азбаров. Сослан Азбаров. Я не знаю, я не знаю, что они двое парень очень тяжелых, но я думаю, что если вы больше времени тренировать, я вернусь сильнее. Хорошо, будем ждать его в Лиге. Спасибо большое за эту борьбу.